Итубы уходящего четверга подбудят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Цифровизация работы предприятий. В Беларуси может появиться новое министерство. Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и через высокоэффективное производство повышать их благосостояние. На чем еще акцентировал глава государства. Боевик без хэппи-энда. В Вавруйском районе с поличным задержана банда автоугонщиков элитных иномарок. Кто возглавил группировку? В шаге от победы сотрудник Вавруйска «Громаша» представит Могилевскую область на чемпионате Беларуси по шашкам. Соберутся 12 сильнейших среди девушек и 12 сильнейших среди мужчин. Что накануне. А также рейс Минск-Алматы, 10-процентная скидка и унесенные ветром. На пятницу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. С акцентом на цифровую сферу президент провел первое в 2022-м совещание с руководством Совета министров. На повестку дня вынесен ряд актуальных вопросов, включая совершенствование системы закупок, управление имуществом совместного домовладения и повышение уровня финансовой грамотности населения. Возможно, в стране появится институт, который будет заниматься консультированием людей по любым банковским операциям. Александр Лукашенко также говорил о создании нового государственного органа – Министерства цифрового развития и связи. Я предупредить просто хочу, что здесь не должно быть какой-то гонки, связанной с модными какими-то там течениями. Если что-то меняем, должны быть изменения по существу и самое главное, они должны быть эти изменения обостребованы обществом, экономикой. Мне докладывают, что в Беларуси создана необходимая базовая инфраструктура, построена развитая сеть передачи данных, надежные центры их обработки и хранения, внедрены современные средства защиты информации. Видимо, этого недостаточно. Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и через высокоэффективное производство повышать их благосостояние. Новый госорган может быть создан на базе существующего Министерства связи и информатизации. Глава государства констатировал бурное развитие цифровых технологий в мире, поэтому Беларуси необходимо использовать все преимущества этих процессов. Как в сценарии голливудского триллера, задержана банда автоугонщиков элитных иномарок в Бобруйском районе. Спецоперация проведена на дороге Бобруйск-Рогачев. Один из фигурантов сидел за рулем чужой машины и проигнорировал требования работников ГАИ остановиться. Бойцам спецподразделения «Алмаз» пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить авто. В группировке три человека. Организатор – 44-летний преступный авторитет, ранее судимый. Похищенный транспорт преступники отгоняли в гараж. В результате обысков обнаружено имущество пострадавших, которое находилось в салонах в момент похищения. Сейчас проводятся следственные действия и мероприятия по установлению причастности данной группы к фактам похищения аналогичных дорогостоящих иномарок на территории Российской Федерации. Также правоохранители изъяли две винтовки, сим-карты российских мобильных операторов, электронные устройства для вскрытия транспортных средств и блокировки сигнализации. Пока никого не было дома, в Вабруйске накануне произошел очередной пожар. ЧП зафиксировано в переулке Шишкина. Хозяева во время взгорания на месте не было. Спасатели мгновенно ликвидировали пламя. Однако огонь повредил имущество, закопченные стены и потолок. Пострадавших нет. Предполагаемая причина – нарушение правил эксплуатации печи. Налоговый кодекс, оранжевый уровень и традиционный фестиваль. Славянский базар «Витебский» пройдет с 13 по 18 июля. Что в программе? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белавия возобновляет полеты в Алматы с 15 января. Ближайшие назначены на субботу и среду. Отправление из Минска запланировано в 23.55. Обратно борт вылезет в 11.00. Напомним, рейсы были отменены из-за комендантского часа, который был введен в казахском городе во время массовых беспорядков. Назван список товаров со скидкой для социально уязвимых белорусов. В перечень вошли 29 позиций – крупы, курица, мясо, овощи, фрукты, хлеб, макароны, молочка, сахар, консервы. Бонус действует для пенсионеров, многодетных и тех, чей доход в месяц меньше 280 рублей. Инициативу правительства поддержали 16 представителей ритейла. В Беларуси с этого года заработал обновленный налоговый кодекс. Изменения коснулись не только ИП и юрлиц, но и граждан. Одна из самых заметных новаций – отмена льготы в отношении многоквартирных жилых домов. Средняя ставка по стандартной двушке в регионе будет составлять около 25 рублей. Славянский базар в Витебске состоится с 13 по 18 июля. Открытие форума – 14 числа. Церемония закрытия – 17. Во фестивальные дни пройдут полюбившиеся проекты, выступят артисты первой величины. Традиционно ожидается и международный музыкальный конкурс. В Беларуси на пятницу объявлен оранжевый уровень опасности. Причина – мощный ветер. Согласно прогнозам синоптиков, его порывы достигнут 24 метров в секунду. В целом же день выдастся облачным, днем – с прояснениями. Ночью ожидается туман, на дорогах будет гололедица. Проверка на прочность. Вместе с морозом пришел и сезон зимней рыбалки. Однако даже самый крепкий на вет лед может нести опасность. Перепады температуры влияют на замерзшую поверхность. Она не успевает адаптироваться к изменениям и трескается. Карина Гуревич оценила водное покрытие. С приходом холодов на лед выбираются и любители зимней рыбалки. Однако первые морозы – не лучший повод для увлечения. Буквально накануне температура упала до минус 20, а уже сегодня градусник показал плюс 2. МЧС и освод отправляются к водоемам. Когда лед толстый, тонкий, как проверяете? Ну, проверяется по походе. Минус есть, значит, можно выходить. Если пару дней постояло до этого недели, и пару дней минус 10, лед уже от 7 до 10 сантиметров. Как лед проверяете? Ну, как вам сказать. Если рыбаки ходят часто, значит, я могу выйти на лед. А так нет. А ребенок с вами ловит? Ну, пытается, пробовал и в том году пробовал, и в этом. Ну, интересно. Не боится? Нет. Если папа идет, значит, и ребенок идет. Кажется очевидным, чем холоднее, тем надежнее водное покрытие. Но это не совсем так. Лед расширяется от тепла и сжимается от мороза. От резких перепадов температуры он не успевает адаптироваться к изменениям. И трескается. Плюс выходить на замерзшую поверхность реки, если она меньше 7 сантиметров, категорически запрещается. Это опасно для жизни. Если поверхность оказалась слишком тонкой, нужно возвращаться на берег, пока лед не начал трещать. Двигаться следует по своим же следам скользящими шагами. Лучше не торопиться. Бобруйский сезон у сотрудников МЧС открылся еще в декабре. Из озера Винницкое спасли 35-летнего жителя деревни Ковали. Экстремал решил, что одного морозного дня достаточно для того, чтобы лед окреп. Не меньше беда дети. Буквально в конце декабря в Полоцком районе утонули два ребенка. Один из мальчиков решил проверить толщину покрытия, а другой помчался его спасать. Крайне важно, собственно, уделять внимание еще и детям, не отпускать их в одиночку гулять. И рассказывать о том, что баловство на водоемах, в том числе и на льду, может закончиться трагично. Ситуация на воде под присмотром освод круглый год. Зима – не исключение. На спасательных станциях Бобруйска ведется мониторинг прибрежной зоны как днем, так и ночью. Реагируют и на вызовы. У нас в городе работают три спасательных станции с постоянным нахождением на них дежурных смен. Это матрос, это моторист и это водолаз. Ну, в зимнее время чаще всего еще есть водолаз-дублер, потому что водолаз один не может работать. Замерзшими сейчас можно увидеть большинство водоемов. Однако температура за окном не обещает стабильных морозов, а значит, лед не будет отличаться толщиной и прочностью. Чтобы не стать частью зимнего улова спасателей, смотрите прогноз и соблюдайте правила безопасности. От продавца-консультанта до главного инженера. В Бобруйске пройдет День профессии. Управление по труду, занятости и социальной защите приглашает на информационную встречу. 14 января с 11 до 13 специалисты ознакомят безработных с наиболее востребованными вакансиями. С возможностью обучения новой профессии с гарантией трудоустройства. Адрес – Гоголя, 7, 2 этаж, актовый зал. Черным по белому сотрудник Бобруйска «Громаша» прошел отборочный тур чемпионата Беларуси по шашкам. На Гровскую область Евгений Капустин представит уже 21 января. Как сочетать любимую работу с хобби, знает Ольга Васенда. Ну что, начнем игру? Давайте. В прошлом Евгений Капустин – чемпион Беларуси среди юношей по шашкам. Полгода назад кандидат в мастера спорта возобновил карьеру. Перерыв длился целых 15 лет. В копилке сотрудника сельхозпредприятия свыше полусотни побед на различных турнирах. Сейчас Бобруйсчанин готовится представить Могилевскую область в высшей лиге чемпионата страны. Старт – 21 января. Оберутся 12 сильнейших среди девушек и 12 сильнейших среди мужчин в Беларуси. Этот турнир является отборочным ко всем международным соревнованиям, которые будут проходить в этом году. Ну, то есть чемпионаты мира, чемпионаты Европы. На Бобруйско-Громаше Евгений Капустин – наладчик холодно-штамповочного оборудования. Мастерски настраивает, регулирует и обслуживает станки. В работе, как и в шашках, решает сложные технические задачи на несколько шагов вперед. А после нелегкого восьмичасового трудового дня не против сыграть пару партий. С Евгением мы работаем на протяжении уже больше, чем 10 лет. Он себя зарекомендовал как положительный, хороший работник. Коллектив нашего цеха, нашего предприятия верит в его победу. Сила Бобруйско-Громаша не в станках, а в человеческом потенциале. Как показывает практика, рабочие держат высокую планку как в профессиональной деятельности, так и в спортивной. Не исключено, что уже в ближайшее время сотрудник холдинга прославится на всю страну. Ольга Лысенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!